С 20 века свиную щетину заменили синтетические материалы. После таких зубных щеток ваши зубы сверкают белизной. Вы должны быть им благодарны, ведь тысячи лет назад люди чистили зубы веточками. В начале производства зубные щетки это маленькие пластиковые шарики. С помощью вакуума они затягиваются в автомат для отлива формы. Там эти шарики переплавляются в нечто подобное густой массе, который потом зливается в металлическую форму, изготавливающую сразу 10 основ для щеток. В головке каждой такой основы насчитывается 56 отверстий. Этот автомат производит по 10 основ каждые 35 секунд, то есть 27 тысяч штук в сутки. Далее происходит плавка цветных резиновых шариков. По трубам в форму, где находятся белые основы для щеток, поступает жидкая резина. Затем с помощью пресса ее крепят к основам. И вот вам ручки зубных щеток. Теперь у вас есть во что вцепиться. С такой ручкой вы никогда не уроните щетку. Такой полупрозрачный пластик используется для изготовления ручек другого типа, более мягких и гибких. Из этих нейлоновых волокон изготовляется щетина. Сначала волокна выравнивает механическая рука, затем с быстротой молнии автомат вставляет щетинки в отверстия, сделанные в головке основы. Этот автомат работает с неимоверной скоростью, заполняя в минуту 900 отверстий. К тому же работает он с невероятной точностью. Вот как происходит выборка щетинок в замедленной съемке. Для каждого отверстия автомат отбирает 22-24 щетинки. Так как в каждой щетке 56 отверстий, на нее уходит 13 тысяч щетинок. Такая автоматизированная система работает быстрее любого человека. И еще одно преимущество ее. Редко кто дотрагивается до этой щетины при изготовлении, поэтому процесс безопасен с точки зрения гиги. Угадайте, что не дает щетине выпадать проволока. Автомат сгибает волокна пополам, цепляя их за проволоку, протянутую посредине щетки. Теперь настал черед короткой стрижки. Эти лезвия стригут все щетинки под одну длину. Другие лезвия придают краям разную форму, которая зависит от модели данной партии. Возможно, это похоже на вертящиеся волчки. На самом деле это вращающиеся диски с алмазным напылением для легкой шлифовки. Эти диски отшлифовывают края щетины, придавая им окончательную форму и вид. Щетина может быть, например, ровной или зигзагообразной. Разные формы щетины дают разный эффект при чистке зубов. Возможно, вы заметили, что щетины бывают разного цвета. Это чисто эстетический вопрос. Модные сочетания цветов дают лучше перспективы продаж. Ну и, конечно, автомат точно знает, куда какой цвет вставить. В результате получается вот такая двухцветная щетка. Время от времени производится выборочная проверка изделия. Из партии берется одна щетка, и автомат пытается выдернуть из нее щетину, чтобы проверить надежность ее крепления. Если данная щетка прошла испытание, вся партия может отправляться на продажу. Затем автоматизированная система упаковывает щетки. Они сходят с конвейера, полностью готовой к отправке. С такой щеткой ваша улыбка всегда будет ослепительной. Продолжение следует...